здравствуйте дорогие друзья сейчас мы просмотрим луну что находится на той стороне луны мы на земле видим луну и ее лик лик девушки до красивых 10 всегда я удивлялась почему она такая красивая грустная может вы тоже это наблюдали и у меня всегда был вопрос почему она на нас смотрят и что же там на той стороне луны не как-то снился сон но это уже давно начала двухтысячных как будто я была на той стороне луны и я увидела как бы лики знаменитых людей и лет лица были как бы знаете они как пробирки да ну как бы они в вакууме были это вакуумные они какие-то были эти лица внутри лица в вакууме да вот и получается кого я увидела джоржана бруно льва толстого софию пировскую вот кто мне на глаза попался ну вот вот эти герои да как бы своего времени и я их спросила а чё вы тут делаете а как из кинофильма вот и они мне сказали ты скоро будешь среди нас мы думаем ничего себе че это я у вас тут буду делать ну и кого-то я вернулась опять в тело и оказалась на своей постели вот и меня всегда мучил этот вопрос и сейчас мы посмотрим что же там на той стороне луны потом я стала интересоваться да что там какое мнение разрабатывает ученые не ученые никто что говорит ну вот карта сейчас посмотрим что скажут что находится на той стороне луны так раз два три 4 это сама луна который на нас смотрят обратная сторона полной что же там у них теперь американцы сказали что они были на луне американцы это видео американцы до сказали что там фейк но мы как бы возьмем за основу и теперь разработка которая идет на той стороне луны кто там ходит 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 и мы об этом как бы не знаем теперь инопланетяне на поверхности луна это люди это инопланетяне так начали я беру карты тару карте место я первый раз честно смотрю с вами первые расклады самые четкие при четкие такие вот значит это луна которая на нас смотрит теперь на той стороне луны американцы что же там творится и инопланетяне на этой стороне на луне которые смотрят на нас если вот эти ли ребята вот сейчас я возьму еще наши арканы так раз два три четыре раз два три четыре так луна которая смотрит на нас лицевая изнаночная до теперь американцы американцы инопланетяне серые не серые там всяких хватает и что же там творится начали значит так луна которая смотрит на нас это ее лик этот лик с усмешкой значит луна сама по себе опасный объект еще я могу сказать и это есть обман но луна получит я вот своими словами скажу я не ученая я не могу ты вот этими терминами научными выражать свои мысли но я скажу по простому значит луна есть артистка еще там это луна сама по себе очень опасная и чтобы даже если ходить по луне это тоже в этом есть что-то не то теперь обратная сторона луна и что же там творится а тут получается квадрата вообще вот юпитер и то есть квадрат значит там есть какие то вы это юпитер да значит на той стороне луны высокие что-то высокое неизведанное и это неизведанное она закрепилась а она закрепилась видите да крест да и нога прикреплена и получается на той стороне что-то прикреплена но я вот так скажу теперь американцы на луне дети солнца это очень напряженная обстановка и чтобы там были люди это очень опасно энергия энергия очень опасная ситуация если бы американцы там ходили ведь и крокодил и огонь так теперь американцы я сказала теперь инопланетяне там ходят карма смотрите чтобы эти ребята ходили там есть момент того что есть охрана они как бы блюдят данную территорию и что же там может быть есть свое движение это движение где есть на на той стороне луны есть свое движение и они распределяют кому куда идти значит там есть свое начальство юпитер которая распоряжается что делать может так как сказка да но я вот просто вот так скажу теперь что же это нечаянно упала смотрите это колесница это может сказать что это аппарат космический аппарат ну что это движение через американцев которые где-то там старались а это тоже солнце солнце и солнце долететь до луны но они не долетели это можно обжечься потому что есть опасная ситуация крокодил где бы они просто сгорели ну как бы игра с огнем можно так сказать вот теперь я поставлю правильно значит американцев там не было теперь если это луна луна которая смотрит на нас она защищает свою энергетику у нее своя защита если до нее дотронуться то можно обжечься видите солнце солнце и луна сама себя защищает и предупреждает и люди будьте осторожны вам тут не место сказала луна теперь обратно сторона луны что же там творит их не начальник да скажем но если по человеческой мерке значит там есть свой предприниматель скажем так или заведующий директор который заведует той стороной луной он страж страж видите тут стоящая фигура и тут стоящая фигура где сатурн да ведь тут получается мертвые вот мне сон и снятся да как бы там все души да где на страже мертвые или же какая-то неживая энергетика собирается на той стороне луны собирается энергетика от мертвым от люди людей которые ушли в тот мир да вот так я скажу так теперь что сделали американцы чтобы стараться долететь до луны это их старания до старания карта с силой их не старания были до такой степени усердны что и творческая работа была полным ходом но все там не приняли но они сказали что они очень старались и эти ребята подтвердили это во всем мире сила есть и их не творческий подход но творческий подход этого киностудия и там голливуде есть своя творческая работа молодцы теперь инопланетяне что же вы там делаете сильные ребята видите сила сила прилагая как можно больше сил у них все закрыто и передвижение опять слова электричка смотрите электричка как можно сильнее и крепче держится никто ее не видит это там свое движение и вокруг вокруг луны получается данный данное передвижение инопланетян двигается своем направлении и шапка-невидимка можно так сказать если их мы не видим но они себя видят потому что видите как закрытые глаза тут закрытые глаза и тут закрыты глаза значит получается данные ребята закрываются и чтобы их не видели и мы их не видели но получается значит там есть своя жизнь и жизнь на земле и есть жизнь на луне и вот эти ребята стараются борются за свои интересы так и все таки что же там творится на той стороне луны если у них есть свой командор но мы его так назовем которые собирает умы и сатурн отвечает за голову собирает умы и людей каких-то через перекрытия где есть свой регулировщик ну будем стоять говорить гаишник значит кому заходить кому выходить значит там есть вы гаишник но я так могу сказать потому что гаишник на посту заходи не бойся выходе не плачь и там свои свои люди да так скажу свои друзья выходе заходи будем контролировать теперь насчет того что там собирается души там действительно ли собираются души знаменитых людей софия пировскую я видела джорджана бруно почему-то это имя фамилия в школе тогда проходила тут как бы я его увидела потом льва толстого который написал как бы это война и мир вот этого гражданина видела господина и что-то я там оказалась так теперь действительно ли они собирает души души людей которые сыграли какую-то роль важную земли на земле до чем больше тем лучше называется так видите это работа инопланетян тем больше тем лучше тут знаете как вот я вот это все поняла если на человеческий язык это все перевести вот этот командор командор мы его так назовем ну что вот такой не русское слово вот этот командор он как бы распределяет поставку я так поняла где есть прибытие и отбытие получается госконтроль но если уже так это можно разъяснить и вот эти ребята которые перемещаются на луне в данное данных полетах день сигары например да вот эти летающие 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 объекты тарелки или еще что-то вот это электричка я ее так назвал карту вот эти ребята в электричке выполняет свою усердную работу вот а вот данный контролер командор со своей командой делает свое дело еще слово поставщик вот магазин до слова поставщик прибыла у было но еще вот так есть своя жизнь так теперь нечаянно упала карта сторону америке данный проект где-то там прикрылся и они потихонечку еще можно склад делают свои дела потихонечку но они у средства да тут видим видим отшельника у них не хватает средств мощи энергии еще вот такие карты вышли теперь кто охраняет луну на нашей стороне мы просто так возьмем эту колоду тотемное животное кто охраняет луну кто охраняет луну держишь тут может выйти крокодил рептилоиды значит они охраняют видите крокодилу крокодилу небе солнце проглотил значит есть опасность смотрите крокодил и крокодил опасная территория называется так теперь американцы которые желали был быть на луне кто охранял людей кто охранял людей дракон это всевидящее око значит нужно быть очень предельно осторожными чтобы коснуться вот данного объекта и всевидящее о когда будем так говорить есть момент внутренней энергии которая должна сдерживаться значит рептилоид а рептилоиду не брат значит тут свои рептилоиды но в америке у нас на земле своя масть значит эти возвышенные а здесь другие теперь на той стороне луны командор кто он такой кто его охраняет командор что там у них выдра ну вот это и есть заходи выходе или заходи не бойся выходе не плачь я по простому скажу но это есть энергия выныривать и заныривать и стихия вода и у них свои энергии энергии энергия вода стихия вода смотрите вода и вода это жидкость да эта энергия интуиция да можно сказать но в то же время свое направление энергии где она очень опасна для людей теперь инопланетяне вот эти ребята кто их охраняет от людей или они охраняются себя сами себя охраняет от людей без он они крепко стоят на ногах смотрите это стихия земля у них есть опора значит они стоят и знают свое дело крепкие ребята просто так не раскусишь да теперь работа работа которая идет полным ходом полным ходом какая идет работа что за работа гриф вот смотрите все таки они собиратели они питаются энергией сотрите и эта энергия очень для них важно и регулировщик гаишник на посту знает свое дело собиратели энергии но гриф питается то что ему необходимо и ему это очень важно еще вот такие карты вышли так теперь что скажет мистер фриман по поводу луны мистер фриман скажите пожалуйста что вы скажете насчет луны глаз глаза полез так что вы скажете по поводу луны так так раз два три четыре раз два три четыре по поводу лунная мистер фриман ты сейчас нечестен собой самообман луна смотрите ты сейчас нечестен собой это луна есть обман вот и шут вышел и есть в этом какой-то самообман мы видим может не не луну но что-то другое есть может это космическая тарелка своего рода которая вращается вернее она амплитудой двигается вокруг нашей земли или ходит вокруг на по нашей земле для тех кто считает земля плоской да и получается этот блин этот блин ты нечестен сейчас ты нечестен собой собой обман и вот это летающий диск есть обман так теперь американцы которые желали бы дойти долететь до луны их не старания внешний мир они другие все все внимание на других и не смотрим на себя но получается в ней внешний мир их интересует внешний мир и не смотрят на себя их интересует этот спутник внешний мир они другие получать эти другие начните рептилоиды интересуются теми другими рептилоидами здесь заземленные рептилоиды я так поняла там более такие жесткие аллигаторы но я так скажу а тут как бы видите есть глаз это глаз на глаз дракона до который хочет дотянуться до луны как бы потрогать теперь на той стороне луны командор который занимается своей поставкой кто он такой что он там сделает вызов смерти я проверяю жизнь на прочность жизнь это экстрим хочу хожу по краю и ничего не боюсь значит вот это данный командор и его команда собирает действительно мертвые энергии жизнь это экстрим и они ничего не боятся ходит по краю ничего и делать свое дело они уверены сами в себя так теперь действительно ли они собирают души смерти вызывает смерть они притягивают да так их не деятельность вот этих ребят команда командора действительно ли есть там свое движение скажи мистер фриман оптимизм наслаждение жизнью они живут за счет умерших людей значит не хватает радости и событий радость наступит когда когда кого-то они заберут счастье близко но не хватает смертей значит есть активная деятельность на земле и они собирают мертвую энергетику луна есть кладбище луна действительно склад до назовем так склад смертей это правильно белая карта бесконечность ну да тут уже без вариантов теперь вот эти инопланетяне что скажут инопланетяне которые двигаются свои электрички где они крепко стоят на своей опоре значит у них вот эти летающие ноги да вот они спускают и смотрят блюдят на луне что как еще делается присоски как бы можно так сказать что они там делают молодость красота я боюсь увидания слабости я это мое тело хочу всегда быть молодым вампиры смотрите вот эти ребята они живут за счет нас и они крепкие тем что они смотрят на нас и проверяют и никого не допускают до луны значит вот данный объект луна есть летающая летающие спутник которые вращают как это амплитуды он вот так доходит он стоит на месте как бы за веревочку если маятник то он вот так вот шевелится значит его кто-то там подвесим это луну теперь луна это искусственное сооружение это искусственное сооружение торможение вот амплитуда воздействуешь когда надо шевелиться шевелиться тормозишь она получается в своем ритме двигается и она знает свою постоянную группа постоянную роль ну значит это так ведь и тут спешка если бы она крутилась бегала тут получается она заторможена действует то есть работает своем ритме по приказу своих вот таких ребят еще такие карты были вышли мне еще один вопрос раз такая карты такие вышли мистер фриман скажите пожалуйста действительно ли на земле были еще две луны много видео в ю тубе много информации действительно ли были еще две луны сейчас скажу еще один сон действительно ли были две луны само мнение эгоизм слишком важное мнение окружающих я ставлю себя выше не упасть грязь лицом значите самомнение эгоизм если слишком важно мнение окружающих если смотреть на людей то это я ставлю себя выше это он считает что он не упадет в грязь лицом и он может даже и поддерживает конфликтность злого я никому не дам себя в обиду конфликт назрел все получит по заслугам много злобы но получается видимо был какой-то конфликт с этими спутниками и что-то произошло конфликтная территория кто займет данную масть зачтите ребята тоже что-то тогда подвесили две луны мне снился как-то сон уже еще в начале двухтысячных я смотрю три луны наша луна посередине и по краям две луны одна золотая другая платиновая почему-то они мне так вышло а посередине это как серебро золото и платина и вышли формулы ты столько форму я не математика не физик но вот эти формулы четыре формулы были написаны как создавал как создать золото золото и платина две строчки и две строчки посередине луна если бы я была физик или химик я бы это поняла но было очень интересно как вот эти две луны 2 и 3 что луна 1 до вышла они получаются дали информацию как они созданы но их нету золото и платинума может это как сказка в общем вот такие карты вышли спасибо вам за комментарий если вы напишете чем больше тем лучше теперь я обращаюсь цыганскому оракулу что он думает по поводу луны даже даже не знаю что может выйти так цыганский оракул скажи пожалуйста пожалуйста что ты думаешь про луну она путешественница вообще если луна снится это к дороге можно так сказать и значит это луна путешественница она путешествует вокруг нашей земли или кругом ходит вокруг нашей земли смотрите-ка карта да что на той стороне луны кого ты как ты можешь сказать цыганский оракул скажи пожалуйста информация информация скрытая конверта где только остается распечатать вот и есть поставка ведь и поставка почта значит я правильно все сказала теперь американцы которые хотели бы дотянуться до луны что скажет цыганский оракул что скажет у них есть надежда что они когда-нибудь коснуться луны тут свои заземленные энергии видите там своя энергетика как теперь инопланетяне которые перемещаются на луне и живут своей жизнью но я их назову сторожами как у них дела они друзья наши они просто блюдят это друзья но они нам ничего плохого не делают как бы так теперь на той стороне луны и много ли они собрали урожая по поводу энергетики не живой много ли ожидания они ждут поставку вот ждут поставку данная поставка удовлетворена скажи пожалуйста цыганский оракул несчастье это несчастье им ожидается они ждут несчастье интересно и несчастные сердца любви мы получается это слезы и горе слезы и горе общем вот такие карты вышли даже очень интересно а те которые ребята живут на той стороне луны они планеты юпитер да видите юпитер значит там какие-то высокие технологии все высокой все чечко четко прекрасно сделано работа эти ребята с какой планеты ну например где хорошая жизнь спокойствие и им хорошо у них есть вае и значит а лабораторию все и на удачу нам землянам что может сказать цыганский оракул какой совет для землян сиди дома и смотри youtube канал аннеля и другие каналы про луна распространяйте интересную до вопрос заданный или ответ все будет хорошо в нашем доме мистер фриман наши землянам какой совет дашь если мы будем все сидеть дома и смотреть канал аннеля и другие каналы про луну но мы про луну говорим совет фрегитность не успеваю не испытывая удовольствие из-за того что сижу дома недоволен своим партнером но тут видите каждый сидит дома и если фрегитность мужчина не нужны и мужчинам мужчина не нужны и мужчинам женщина не нужны и мужчинам женщина не нужны и каждый смотрит канал youtube канал но тут видите фрегитность это значит безразличие да где-то там но в то же время каждый одинокий сидит и смотрит или телевизор или же в телефон ноутбук компьютер в общем получается мы сидим дома и это все наблюдаем чем пишите комментарии можете задать вопросы кого еще посмотреть насчет космоса то может быть про землю я посмотрю на картах таро сыганским оракулом и спросим у мистера фримана и наши друзья тотемные животные все спасибо всех вам благ пишите комментарии всего доброго